Чёрный Легион Чёрных Хромовниках, а недавно вроде как основал собственный орден, копья императора. В рамках Ереси мне довелось много чего писать о хаосе, про то, как Ларгар и Ангрон со своими легионами боролись против ультрамаринов на постоянной основе. Работа с другими авторами Перед началом осады каждый из нас оставил самолюбие за порогом, что крайне здорово. Мы намного активнее сотрудничали, и так работать над ней стало гораздо приятнее. Мы составили план. Это звучит довольно обыденно, но представьте, что в комнате сидят шесть или семь парней, у которых не всегда одинаковые идеи. Но если замыслы срабатывают, ты просто наслаждаешься тем, как всё сошлось. Когда после шести часов напряжённого обсуждения ты смотришь на белую доску со схемами, и все детали со щелчками встают на места, облегчение просто немыслимое. Раньше в Ереси Хоруса любой из нас имел нечто вроде личной песочницы. Поэтому мы договаривались, чтобы не нарушить целостность повествования. Но там всё происходило в основном так. Когда я делаю темы А, Б, В, то не влезаю на твой участок. И другие ребята отвечали «да» или «нет». И ты вносил нужные изменения. А здесь ты уже говоришь «мне надо, чтобы ты упомянул в своей книге тему А». И тебе отвечают «ага, отлично». А ты можешь включить в свой роман тему Б?» И так далее. Обычно это превратилось бы в навязывание. Но когда мы вместе сидели в одной комнате и планировали, у нас получился общий клад из идей. И нам всем очень, очень нравились эти встречи. Иногда рабочие совещания становятся обузой. Но собрания по осаде вышли просто шикарными. Я никогда... Да, мы спорили. И однажды Дэн так сердито на меня посмотрел, что напугал на всю жизнь. Но, в общем, всё было великолепно. Приятно трудиться в по-настоящему сплочённой команде. Путь к осаде Терры. Не хочу показаться неблагодарным, но сейчас я испытываю облегчение. Потому что именно путь мне нравился не так сильно. Я всегда предпочитаю яркие моменты. В смысле, вот какое-нибудь знаменитое событие, и все читатели ждут, что им расскажут о моментах А, Б и В. Поэтому ты пишешь про А, Б и В, и искренне стараешься показать их со своей точки зрения. Однако я склонен думать, что, в общем, это твоя работа. Кроме того, я вырос на любви к истории Вселенной, поэтому такие детали интересуют меня больше всего. Вот что я хотел видеть в своих книгах и о чём получил шанс написать. А большая часть сведений о Ереси Хоруса относилась, конечно же, к осаде. Помню, когда я только влился в проект, то увидел на одной грифельной, простите, белой доске схему известных канонических событий. Думаю, это было в самом начале, сразу же после выхода Легиона. Вот как рано. И примерно три четверти Ереси тогда составляла осада. Всё прочее было неопределённым, и нам приходилось прокладывать себе дорогу. Иногда это лучшее, чем можно заниматься, искать нужный маршрут разными путями. Однако теперь мы добрались до по-настоящему крутых и знаменитых событий, тех, о которых мне хотелось прочесть всю мою жизнь. Ну, с того дня, как у меня появилась настолько... Каково это — покидать Ересь Хоруса? Мне точно будет не хватать этого повода собраться всей командой авторов. Думаю, всем остальным тоже. Но и участвовать в чём-то крупном тоже непросто. У меня смешанные чувства, потому что мне больше всего нравится читать о Вселенной, когда автор смотрит на неё через призму своего восприятия. Не обязательно так, как другие писатели. И цикл Ереси вышел почти... От нас требовалось соответствовать таким-то и таким-то ожиданиям. Не у каждого это получилось, но в целом серия обладает единообразием, какого не бывает в книгах по 40-му тысячелетию, написанных разными людьми. Если взять, например, романы Дэна по 40-му тысячелетию, они совершенно не похожи на истории Криса, а истории Криса ничем не похожи на мои. А мои читаются совсем не так, как у других ребят. Книги о Ереси по природе своей гораздо более... Точнее, они должны иметь связь между собой. Поэтому, с одной стороны, я с радостью жду перехода к тому, о чём люблю читать, но также буду скучать по большим цепочкам писем насчёт материала. Ну, знаете... О, Боже! Это же моя тема! Да, такого мне точно будет не хватать. Трагичность Ереси Хоруса С литературной точки зрения, трагедии... В общем, в сюжете каждой трагедии необходим катарсис. Момент, когда на тебя обрушиваются всё напряжение истории и чувство сожаления, и жалости, и эмоциональный надрыв. А затем, прямо перед финалом, ты ощущаешь облегчение, даже если всё кончилось скверно. Но тебя утешает то, что концовка удовлетворила твой интерес. В общем, ты испытываешь катарсис. Итак, для очень многих персонажей Ересь завершилась паршиво, и впереди их ждут 10 тысячелетий войны. Поэтому здесь определённо очень много... Я думаю, в конце сюжетных линий наших персонажей много таких ситуаций с катарсисом, но... Ха, я будто вернулся на уроки английской литературы, когда пытался объяснить смысл прочитанных книг. Так вот, если говорить о трагедиях, то Ересь стала фундаментом для остального 40-го тысячелетия. Дело в том, что Ересь — идеальный пример того, насколько неправ каждый герой этой вселенной. Любой из них ошибается в той или иной степени. Вот в чём суть 40-го тысячелетия. Команде «Красных» за неимением лучшего названия считают, что они управляют хаосом, а на самом деле порабощены. Или же они думают, что используют хаос в своих целях. Но в действительности ты губишь себя в тот же миг, как вступаешь на путь к славе. И уже неважно, сделал ты один шаг или, например, 10 тысяч. Поэтому они просто обманывают себя. Космодесантники хаоса вечно и неизменно заблуждаются. Также мы видим, как имперцы отреагировали на настолько скверный исход Ереси. У них начался застой. Они постепенно стали замкнутыми, консервативными, суеверными, и получился империум. Тот самый империум, который мы знаем. В целом, так нужно описывать трагедию, происходящую после того, как отгремели взрывы бомб, если можно так выразиться. Именно здесь многих персонажей ждут определяющие печальные события, после которых с героями на протяжении всего их существования будут случаться различные несчастья и бедствия. Главные воспоминания о Ереси Хоруса. Она вроде как господствовала над всем, что я делал для Блэк Лайбрери уже 10 лет. Потому что, кажется, моя первая книга еще даже не вышла, когда редакторы прислали мне по электронке письмо со словами «Ты нужен нам в Ереси Хоруса». Тогда в команду авторов входило вроде бы четверо ребят. Все только начиналось, и я просто затрясся, когда прочел то сообщение. И там еще была фраза в заметках в редакторских примечаниях «Клавцу душ», второму из моих романов. А первые еще тогда даже не издали. Так вот, Ник Кайм сделал пометку. «АДБ суждено писать по Ереси Хоруса». И я все думал, он так шутит. Это шутка. А потом, в тот же день, мне передали по электронке, что меня приглашают на следующую встречу. В общем, да, я никогда этого не забуду. Восхитительный момент. Пугающий, но восхитительный. Возвращение к старым персонажам. Это весьма приятно, в том смысле, что я давно уже составил кое-какие планы. В особенности потому, что я так много пишу о хаосе, и мне по-настоящему хотелось дать моим персонажам значимые сюжетные линии. Прежде всего, я собирался убить нескольких из них. Как вы знаете, в сороковом тысячелетии обитают многие знаменитые космодесантники хаоса из эпохи Ереси. И, разумеется, я решил показать, почему некоторые важные герои не дожили до поздних времен. Вот почему в моих книгах будут умирать персонажи, а кто именно... Спойлер. Я пытался убить Ларгару. Старался изо всех сил. Ох, что за совещание у нас получилось. Я желал, чтобы Ларгар сдох, как собака, чтобы он после того, как разжёг Ересь, понял, насколько страшно заблуждался во всём и вся. И потом... Я дал бы Ларгару этот миг жуткого откровения, а потом сангвений прикончил бы его. Но, конечно, мне никогда бы. Понимаете, обычно я проталкиваю свои идеи, потому что большую часть встречи сижу молча. А потом вставляю. Я хотел бы написать то-то и то-то. И все. Хорошо, пиши. И я. Круто. Но в тот раз, конечно, не убивай Ларгара. А я... Ладно. Вот так. Многие из моих персонажей, в особенности Ангрон, Ларгар, Аргелтал и даже Кхарн, прошли по дороге от неведения к просвещению, затем, к сожалению, и... Потом они сделали последний шаг. Либо оставили сожаления позади, в том смысле, что больше их не испытывали, потому что слишком далеко зашли по пути к славе. Либо заставили себя избавиться от сожалений, чтобы не развалиться под их грузом. В смысле, если бы Аргелтал сел и поразмыслил как следует, он бы просто распался на кусочки. Но кое-кто уже покончил с ним, так что... Технические вопросы осады Терры. Пришлось здорово поработать. Но мы любим осаду, и она буквально выручила нас тем, что действие в ней происходит на одной единственной планете. И все проблемы с непротиворечивостью исчезают, когда вы в шестером рассуждаете об одном мире. Ага, эти здесь, другие там, третий тут. Всё проще, но одновременно и намного интенсивнее, потому что фактически все персонажи уже на Терре. Поэтому наша белая доска выглядела, знаете, как в полиции при расследовании убийства. Данные о том, кто должен погибнуть, где, когда и почему, кто его убивает, где находится остальное войско. В общем, пришлось потрудиться. Но это доставило нам странное удовольствие, потому что, знаете, когда раньше времени заканчиваешь домашнюю работу, тут то же самое. Планировать не скучно, просто тяжело. Поэтому, честно скажу, я рад, что мы с ребятами собрались вместе, ведь поодиночке мы потратили бы месяц на то, чтобы разобраться, где был каждый герой. Последствия ереси Хоруса для людей В осаде эта тема, разумеется, намного обширнее, потому что Терра — колыбель человечества. Поэтому, работая над романами по осаде, мы очень старались, чтобы в них говорилось не только о том, чем занимался один архангел, парящий над полем битвы, но и о том, как миллиарды людей защищали свои дома и... В общем, на тот момент люди обороняли саму реальность, хотя и не знали этого. Они просто спасали всю свою расу от истребления. Значит, нам следовало разобраться... Ну, то есть, в моих книгах не так часто встречается имперская армия, но вы бы видели свет откровения в глазах Гевана и других ребят, потому что они как раз довольно обширно пишут о последствиях для человечества. Здесь хорошо то, что... Ну, мне очень нравится контраст между космодесантниками и людьми. Думаю, это весьма удачная тема, и в 40-м тысячелетии непохожесть выражена ещё сильнее, потому что они уже адепту Састартес, а не легионы Састартес. Однако, даже в Ересе, хотя культура легионов отличалась от культуры будущих орденов, эти воины всё равно были сверхлюдьми с совершенно иным восприятием мира. Поэтому показывать такой контраст как на поле боя, так и вне его — хорошая идея. Полагаю, в «Осаде» будет много встретиться некоторые особенно приятные эпизоды вне сражений, где вы увидите разницу в подходах к, по сути, решающей битве за судьбу расы. Ведь для обычного человека это означает нечто абсолютно иное, чем для космодесантника. Моменты спокойствия в Ересе Хоруса. Да, они, как ни удивительно, эти моменты, похожи по душе очень многим читателям. И по ним горы фан-артов, что всегда очень круто. И в ряде случаев мы настойчиво спрашивали, можно приспособить одну из таких сцен под обложку? Но нам обычно отвечали, «Нет, делайте сражение». Ну и ладно. Подобные эпизоды особенно приятно писать, так как если ты выдашь что-нибудь неуклюже, у тебя получится просто экспозиция. Но если ты неплохо справишься, то передаешь все, что пережил герой, и его взгляды на происходящее. Ну, знаете, есть такие моменты перед боем. Ты объясняешь, почему персонажи сражаются, как они зашли так далеко, напоминаешь об их решениях. В общем, да, я больше всего обожаю как писать эти сцены, так и читать их. И разумеется, в «Осаде» их хватает, потому что она кульминация всего. Ожидание от «Осады Терры». Самое очевидное — рождение Империума. Именно здесь все пошло не так. Очевидно, именно тут хаос. Не туманные варп-штормы, разумные или полуразумные, а сами боги хаоса. Вроде как победили в том смысле, что нынешний Империум для Императора это не план «Б» или «В», а план «Я». В общем, верх взяла явно не команда «Синих». Поэтому на многих Имперских персонажей ложится колоссальное бремя, так как это их фермопилы. Здесь определяется абсолютно все, что связано с их существованием, и даже те, кто переживет «Осаду», не выйдут из нее невредимыми. Потом на их глазах в смысле они понимают, что бы ни произошло, впереди серьезный упадок. Очень грустно и прискорбно. То же самое верно и для легионов хаоса. Они ставят на кон все. Само их существование зависит от исхода одной битвы. И триумф им не гарантирован, поскольку ультрамарины несутся к Терре словно кулак разгневанного божества. Поэтому они тоже страшно истерзаны собственными эмоциями. Думаю, здесь, если вам нравится кто-нибудь из персонажей «Ересью Хоруса», кто угодно, то именно тут он пройдет самое жестокое испытание. Настал момент, когда их воззрение... В общем, им надо доказать, что их воззрение не пустые слова. Именно сейчас они либо подтвердят свою правоту, либо сгинут преждевременно и жутко. Авторы перевода «Строчан» и «Преподобный». Озвучил Антон Кондаков. Продолжение следует...